Гидравлические испытания тепловых сетей провели, котельные к зиме подготовили. Депутаты Комитета по жизнеобеспечению Владимирского горсовета обсудили подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону. По итогам гидроиспытаний в областном центре уже заменили около 4 километров разводящих сетей и 400 метров магистральных. В настоящее время продолжается работа по инвестиционным программам, а также по изоляции сетей. Благоустройство территорий после ремонта сетей во Владимире пока еще не завершено. Из 498 сдано 406 разрытий, остальные находятся в стадии завершения. По реконструкции сетей из 17 объектов полностью сданы только 2, 15 объектов не сданы. То есть само благоустройство еще не завершено. Всего на подготовку города к зиме Владимирские коммунальные системы потратили более 450 миллионов рублей. Затраты на ремонт составили 177 миллионов. Еще 277 было потрачено в рамках инвестиционных программ. Город обеспечен резервным топливом. Его запасы на ТЭЦ составляют 23 тысячи тонн, при норме 19 тысяч. Включить тепло в этом году коммунальщики обещают более оперативно. Обещание ВКС, что город Владимир в отопленный сезон, будет включен не как в предыдущий год, в течение 10 дней, 15. Согласно графику, весь город Владимир будет включен по отоплению в течение пяти дней после издания постановления главы администрации города. На заседании также подвели итоги программы формирования комфортной городской среды. Напомню, в ее рамках реконструирован сквер за городским дворцом культуры на улице Горького. В программу также попали дворовые территории 60 домов. Это 60 многоквартирных домов, которые были разыграны по 26 лотам, 27 объектов. Принято уже у нас окончательно 21 объект по 8 лотам. По 13 лотам, по 23 объектам у нас работы выполнены. Идет стадия приемки или стадия подписания. На 16 домах работы еще ведутся. Завершить их планируют к концу сентября. Качество работ проверяла специальная комиссия. У нас есть мелькани по сфальковому покрытию, а именно по температуре плавки, потому что в некоторых дворах по сфальковому покрытию не потескался. Есть дворы, в которых продевают фракции из асфальта, где все уже не положили, а уже камушки вылетают. У нас есть замечания по установке оборудования, потому что оборудование не заливало, было растворное. В этом дворах где-то стояло. Просто спортивный комплекс, не пересекает песком. Конечно, все это устраняется. Все эти замечания... В рамках программы также были выделены средства на три сквера. На улице 850-летия, в Перекопском городке и на улице Стрелецкой. Срок сдачи объекта в 15 октября. Татьяна Гордеева, Стас Трегубов, Губерния, 33.